Ребята, всем привет! Привет, ребятки! Мы, как всегда, в гаражах собрались. У нас клевая погода, наконец-то тепло. Уже в кофтах можно, да, офигенно днем. Олег, когда на субботник? Субботник в мае устроим. Ну, как раз у нас по планам в конце апреля миллион подписчиков, и я думаю, устроим после этого субботник. Ладно, о чем сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить рецепт говядины, царский рецепт говядины по-царски или царский рецепт говядины. Это будет огромный кусок говядины, сделанный в казане. Ты все не рассказывай сразу. Ну, пойдем покажем продукты, сейчас все равно все все увидят. Погнали! На улице уже классная погода, на дворе весна, у тебя еще нет казана или печки, тогда тебе в магазин МХШОК. Ссылочка будет внизу в описании. Казаны, печки, узбекская посуда, ножи, газовые печки для казанов и так далее. Все вы найдете в магазине МХШОК. При покупке казана и печки, шумовка и половник в подарок. Ссылочка внизу в описании. Наш проект, поддержи его. Также магазин МХШОК отправляет товары по всему миру. Прям даже на луну могут отправить. Так что заходите, ссылка внизу в описании. Ну а для приготовления сегодняшней царской говядины нам потребуется, самое главное, это огромный кусок мякоти говядины. Здесь у нас почти 3,5 килограмма. Сельдерей, укроп, розмарин и тимьян, острый жгучий перец, чеснок, лук, морковь, соль, перец, чеснок гранулированный, паприка, сливочное масло. Это можно томатная паста, но у нас томатное пюре, можно заменить томатной пастой. Мука, ну и на гарнир у нас будет картошечка такая маленькая, молодая, с тимьянчиком, розмаринчиком. Все сделаем по красоте, в сливочном масле будет очень вкусно. Ну а для начала приготовим, можно сказать, кляр, в котором мы будем обваливать нашу говядину. Для этого возьмем муки, достаточное количество. Не скажу, сколько точно здесь, это не суть важно. Главное здесь кусок мяса обвалять. Также сюда добавляем паприку, примерно столовую ложку смело, на такой большой кусок, даже с горочкой. Соли обязательно. Олег, сколько соли? Соли здесь прямо 1 четвертая жмени, кусок большой. Берем соль такую, потому что из мельницы крутить даже не очень хочется, так много. Соль, чесночок, измельченный гранулированный, примерно чайную ложку. И черный перец, свежемолотый, а это по вкусу. Ну, также примерно пол чайной ложки или чайную ложку. Теперь все это перемешиваем, чтобы у нас все перемешалось в однородную массу, так сказать. Мука, соль, перец, чтобы все разошлось равномерно. А теперь с мяса срежем какие-то вот тут есть лишние куски, вот эти вот жилы. Они ни к чему. Ну, и пленки, соответственно, также лишние. Вот эти можно убрать. И вот здесь такая довольно-таки твердая жила. Мы ее сейчас обязательно подрежем. Конечно, ее можно и не есть, но зачем она там в блюде нам нужна? Чтобы потом не выковыривать. Вот она она, прям твердая. Жир, это, наверное, скорее всего, все-таки жир. Теперь берем наш огромный кусманчик мяса. Можно снизу сразу подсыпать. Вот так вот муки со специями. Половину кладем его. Теперь обсыпаем очень-очень тщательно. Для чего мы это делаем? Чтоб мясо у нас... Чтоб приправы у нас попали в мясо. Чтоб мясо подрумянилось, у него получилась обалденная корочка. Плюс мука даст также соусу определенную густоту. Ну, короче, это будет гораздо вкуснее, нежели просто взять и приготовить этот кусок мяса. Поэтому вот так, не жалеем муку. Тщательно-тщательно со всех сторон. Чуть перевернем и сделаем все то же самое. И то же самое здесь. Не жалеем муку. Вот так. Кусок мяса у нас подготовлен полностью. Сейчас подготовим быстренько другие ингредиенты. Морковь порежем с луком кубиком. Чеснок просто подавим. Сельдерей также мелким кубиком. Сейчас все порежем, покажем и уже пойдем разжигать костер. Порезали морковь, сельдерей, чеснок просто подавили. Целиком крупный оставили. И лук кубиками. Уже разжигли костер и идем ставить казан. Ставим казан. Оба-на! Не обжечься бы. Наливаем подсолнечное масло. По стеночкам немножко. И также добавляем добротный такой шматочек. Примерно грамм 50 сливочного масла. Просто на сливочном не рекомендую делать, потому что оно будет подгорать. А с подсолнечным будет обалденно. Ждем, пока нагреется масло и начнем готовить. Дым охватанул в глаза, ребят, сейчас отойду. Масло у нас нагрелось. И отправляем сюда наш маленький кусочек мяса. Вот так. И обжариваем со всех сторон. Наверное, по 2-3 минуты. Короче, нам нужна офигенно румяная загорелая корочка. Нужно добиться этого результата. Я думаю, минуты 3 жар пока что максимальный. Заслонка открыта. Прошло буквально пару минуток. Давайте заглянем, что у нас там творится. Ох, какая красота! Ну, я думаю, еще где-то... Давайте секунду в 30. И маслице можно будет... А другую сторону будем обжаривать. Подольем еще немножко подсолнечного масла. Но на вид уже мне нравится. Корочка задается все как надо. Сделаем весь кусок. Будет вкусно, сочно. Хочу сожрать уже его. Ну, прошла еще минута. Перевернем наш кусочек. Блин. Это нелегко сделать, ребята, я вам скажу. Е-мое. Вот так он у нас обжарился. С другой стороны сейчас сделаем то же самое. Обжариваем его. Даже можно еще чуть-чуть. Это у нас мука зарумянилась. Примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Мясо у нас обжарилось уже с двух сторон. На запах гости в Красноярске прилетели. То есть до Красноярска запах доходит. Гриша Полное ТВ, Женя Михайлович, Евгений Пантелейкин. Я прям как этот, вот огонь тут, шел, шел, шел. Гриша, давай помогай. Вытаскиваем мясо. Блин, на самом деле, того, где шумовка сломается. Решаем как вес. Ребят, ну я, что там это, билет сегодня купили меня. Ты пошел? Ну а теперь добавляем сюда лук репчатый. Сейчас обжарим его немножко. Чуть-чуть. Прям в этом же маске масла больше добавлять не будем. И так блюдо получится нажористое. У нас и гости не худышки, да? Так нормально. Я после взятки, так что вам помогу. Гриша маленький кусочек. Гриша на диете. Обжарили лук. Теперь добавляем сюда морковь. И сельдерей с чесноком. Также немножко обжарим. Где-то в течение 2-3 минут. Ну, на среднем, на умеренном огне. Это будет, грубо говоря, наш соус. Масла больше не добавляем. Иначе очень жирно получится. Обжарили все овощи. Теперь добавляем томатное пюре. Можно использовать томатную пасту или томатный шок. И добавляем сюда перцы с гучей. 4 стульки. Но ничего, не режем их целиком. Все перемешиваем. Добавляем немножко воды. Примерно, я не знаю, пол-литра. Может быть, чуть больше. Так вот будет достаточно. Вода у нас будет выкипать, так как блюдо будет долго готовиться. Поэтому можно чуть больше, чем... Ну, нужно литр, короче, добавить где-то. И отправляем сюда наш кусок мяса, заранее обжаренный, подготовленный. Вот так вот его кладем. Вот то, что надо. Теперь добавляем немножко тимьяна и розмарина. Есть его, конечно же, не будем. Но для вкуса он передаст свой вкус мясу. Будет очень вкусно. Можно даже вот так сделать. А можно и целиком веточку. Все, и накрываем это крышкой. Мясо у нас готовится будет порядка 2,5-3 часов, я думаю. Где-то через час перевернем на другую сторону его и под крышкой. Ну и заодно посмотрим уровень жидкости нашего соуса. Если убавится, сильно выкипит, тогда добавим еще немножко водички. Но много не надо, не надо, чтобы оно там покрывало полностью мясо. Иначе это будет просто вареный кусок, а нам нужно тушеный. Накрываем и ждем. Ну что, ребят, прошло у нас час-пятнадцать минут. Не особо много выкипело соуса. Кстати, он и должен получаться таким густым. Перевернем теперь кусок мяса. Естественно, он еще сырой, сыроватый внутри. Поэтому продолжаем также под крышкой его запекать. Еще так же, еще час-пятнадцать, это будет 2,5. Гриш, что ты хотел спросить? Олег, ты посолил? Да, посолил. Вначале в самом вас еще не было. Сколько соли добавил? Соли 1,4 жмей не было. Что, ребят, прошло уже 2 часа. Говядинка наша здесь тушится. Будет просто обалденно. В этом соусе все. Вот на таком на слабеньком кипении. Пускай доходит. Осталось примерно, я думаю, полчаса, может быть, минут 40. А мы пока зажгли газовый таган наш. Кстати, такие таганы можете тоже приобрести в МК-шопе, кому интересно. Ставим чугунную сковородочку. Наливаем сюда воду. И подварим нашу небольшую картошку. У нас она маленькая, молодая. В районе минут 10 примерно. И берем картошечку. И прям сюда засыпаем. Не нужно до полного приготовления. Буквально такой картошки 10 минут. Чуть-чуть, чтобы она проварилась и внутри была у нас мягкая. Ну что, прошло 10 минут. Картошка немножко подварилась. Сейчас сливаем воду. Гриша, а что дальше будем делать? Ну, воду сольем и все, посолим, поперчим и обжаривать будем. А соли будем добавлять или нет? Да, ну сколько там, одну 64-ю жменью. Погодите, погодите! Одну 64-ю жменью. Погодите, когда закадровый смех смеяться должен? Давай. Погнали. На самом деле, без шуток, сливаем картошку. 10 минут она подварилась немножко. Сливаем всю воду. Сейчас покажу. Сделаем вот такой вот гарнир к нашему мясу. Попробуйте этот гарнир. Даже мясо не потребуется. Гриша, как это? А я уже жду! Красоту вери-битули! Ну все, слили воду. Теперь добавляем сюда такой добротный шмат сливочного масла. Ну это, кстати, низкалорийная еда будет. Как раз для Гриши. Как он на диете, я думаю, нормально. Вот так оно сразу. Нет, здесь только на сливочном. Еще и на сливочном. Обязательно посолим и поперчим. Гриша, давай вот там соль с перцем. И тимьян сразу тоже неси. Так, как нам чтобы поменяться. Давай. Держи пока масло и ноги. Добавляем тимьян, но добавляем только вот эти вот... Короче, обдираем его. Ветки нам сами не нужны. Хотя можно и ветки их есть, никто не будет. Но вот аромат уже сразу пошел. Как тимьян попадает у нас в масло, сразу идет аромат, которым пропитается вся картошка. Блин, ребят, кто так не делал, я вообще советую. Именно с тимьянчиком сделать картошку. Это даже можно мясо не добавлять. Это будет вкусно. Так, все. Кстати, Олег, расскажи о Грише, а то многие, наверное, не знают, кто такой Гриша. Гриша, полное ТВ. Кстати, у него канал был на Ютубе. 30 тысяч, да, у тебя вроде было? 36 тысяч. 36 тысяч. Потом Гришу в один прекрасный момент забанили за то, что что-то там делал. Жопой тряс, там сиськи показывал. Короче, цензура не пропустила Гришу. Ну и все, а теперь Гриша у нас в Инстаграме. Да, перец и соль. Добавляем? Давай, давай, давай. Сколько же меня? Крути, одну 64-ю, не больше. Давай, давай. 32, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3. А, 64, е-мое, не докрути уже один раз. Одна 64-я, говори мне-то. И теперь все это обжариваем до вот такой румяной корочки с тимьяном. Аромат, аромат, самое главное. Женя, аромат. Нет, ради аромата ветер-то отсюда дует, мне надо вот сюда подойти. Да, да, ну вот просто вот тимьян пошел. Ой. И сейчас, чтобы она вся золотилась, займет это буквально 3-4 минуты. И гарнирчик будет готов. Как на химии учили. Ну что, погнали. Долгие 3 часа у нас пролетели. Кусочек говядины. Надеюсь, ничем не проверяли, но 3 часа, я думаю, это полностью достаточно. Ух ты, на такой вот же капчат. О, это я буду держать хоть зубами. Сейчас будем резать. Кстати, по желанию можно будет соуса добавить. Ну и картошечка. Ребят, у нас все по-гаражному, никакой ресторанной подачи. Просто как-то вот так вот вокруг куска мяса сделаем картошечки тимьяновой. Ну что, погнали. Берем ножик, разрежем, покажем и попробуем, что внутри. Так, Олег, где ножик? Разрезаем. У нас уже самоварчик здесь. Чаек. Сейчас будем разрезать, круто. Ребят, у нас в Сибири, поэтому им это пригодится, будет нужнее. Опа. Нифига себе. По шапочке имхо-видео. Ого. Гриша, давай. Ни-ч-и-фига. Слушай, а у вас футболочек нету таких же? Нет, футболочек нету пока, но все будет. Красота вообще, слушай. Ну зимой в любом пригодится. Вот. От души, пацаны, реально просто. Результат от души. Довольные футблогеры. Красотули, ребятули. Тихо ты меня, нет, не разбей. Ну что, давайте разрежем, да. Давай разрежем. Пакетики там возьмите. Прям будем резать посередине, чтобы ни у кого не было сомнений. Я надеюсь, что все готово. Пускай пластиковые вилки. Нет, начнем резать отсюда, понятно. А потом дойдем до середины. Ну, ой-ой-ой. Я считаю, что полностью... По-тонечно, кусочки такие. Ой-ой-ой-ой. Да, вот так вот. Слушай, прям... И сок, сок. Обратите внимание, вот-вот нажимаешь, и оттуда прям... Прям благодать. Не знаю, передает это или нет. Вообще... Ну, соль, перец сейчас можно будет по вкусу добавить, потому что я думаю, что внутри кусок все равно у нас не просоленый, не проперченый. Иначе его надо было просто мариновать, не знаю, сутки, наверное, такое. Ну, все, пока вот так нарежем, чтобы не остывало и горячее есть. С собой положите кусочек. Скорее, конечно. Здорово, я живу в больнице. Окей, Гриш, конечно. Во. Все, класс. Ну, вот из него прям... Вот, из него пьет. Ой-ой-ой. Теперь надо соль и перец, кстати, еще. Да-да-да. Потому что внутри по-любому не соленый, не поперченый. Вообще... Ты перчи немного. Жек, сколько перца? Я не буду, я уже эту шутку отшутил. Все, наверное, хватит? Да, это по вкусу. Ну, что, вот в середине кусок мяса. Гриш, кстати, худеет, ему много нельзя. Гриш, вообще... Фильтры не писали. Ну, пара слов, немного. О нашей сегодняшней, так сказать, первой встрече. Что ты можешь сказать просто? Замек. Да, шапку. Ну, вообще, чего ты ожидал от встречи и что получилось? Не, я вообще хотел просто хорошо время провести. Провел. Класс. А вообще, ну, давно нас видел? Да, с другим, да. Ну, как... Ну, полгода, наверное, точно. Больше ты уже больше писал. Вот лопуха. Нет, что сказать. Я перешел с канала Михалыча. Ну, когда посмотрел, как он к вам приезжал. Вот я... Кстати. Кстати, Марик, Марик, когда мне показывал... Да, о, нифига ты. Марик мне показывал, это было уже больше, чем полгода назад. Так я и стал смотреть. Так что... Ребята, почаще зовите, пожалуйста. Вот вас в ручном режиме подписчиков привожу. Отлично. Хочу сказать одно. Картошка очень вкусная. Попробовал. Обязательно сейчас берем кусок мяса. А то я тут все занят. Берем вот так вот. Говядина, это есть говядина. Мясо шикарное. Единственное, соль, перец внутри чуть не хватает. Но это потом все по вкусу делается. Ну что, ребят, на этой ноте мы закончим наше видео сегодняшнее. Ссылочки на канал ребят, на все соцсети наши. На имхлайв будут внизу в описании. Михалыч, Гриша Полное ТВ. Ну и Леха, на Леху тоже ссылку. Леха, на тебя ставят ссылку? Нет, Леха, мы будем продолжать снимать какие-то... Что мы там с тобой делали? Да все. Медовуху делали. Напитки без названия. Напитки без названия. Всякие разные вкусные. Кстати, напишите в комментариях, ждете напитки без названия или нет. Да, ссылку на Леху не оставляем пока что. Но в будущем это возможно. Ну, а мы продолжаем дегустировать вкусно в гараже. Пока, ребят. Всем пока, ребятки. Лайки, сами все знаете. Дизлайки тоже ставьте, да. Давайте, пока.